На более подробно о проводящейся в стране парламенте выборов мы поговорим с гостем. На прямой связи со студией главный редактор информационного сайта First News AS Кемаля Мамедова. Кемаля Хам, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, приветствую вас. В освобожденном от оккупации Лачини в связи с неочередными выборами в парламенте Азербайджана действует шесть избирательных участков для голосования избирателей. И жители Лачина с самого утра, как и все жители всей страны, двинулись в избирательные участки. Впервые парламент Европы проводится на всей суверенной территории страны. Вот как бы вы оценили проходящие в стране выборы? Ну, как было уже отмечено выше, что мы переживаем исторические времена, для нас это историческое событие. Первым долгом это выборы, это восстановление прав Азербайджана и всего азербайджанского народа, которые нарушаются в течение многих лет. И если для других стран выборы могут быть обычным политическим событием, для нас они очень важны и имеют под собой некую моральную составляющую. Во-первых, самое важное это то, что выборы происходят на всей суверенной территории нашей республики. И каждый гражданин, независимо от места своего проживания, и бывшие, самое главное, бывшие и вымертые переселенцы могут проголосовать на местах в своем городе, в своем родном районе, на избирательном участке. Конечно же, это самое главное сейчас для нас и для азербайджанского народа. Это даже какой-то обживенный праздник, потому что это впервые происходят парламентские выборы на всей территории суверенной Азербайджана. Но что касается в целом оценки этих выборов, можно сказать, что эти выборы можно оценить как переход к новому этапу во внутренней и внешней политике Азербайджана. Во-первых, учитывать то, что сейчас Азербайджан стоит перед новыми вызовами, а также проведение, хочу особо ответить, что проведение этих неочередных парламентских выборов, выборов накануне важного мероприятия, которое примет Баку в 29 ноябре, также имеет особое значение, потому что новый парламент, сильный парламент, это сильная республика, и первым долгом задачей парламента является достойно представлять свой народ, свою республику, свое государство. И это в определенной степени даже, можно сказать, вызов международным иностранным державам. И в нынешний непростой такой, скажем, период, когда существует необходимость мобилизации, солидарности, национальной и политической солидарности нашей республики, так как мы проявили свою солидарность, свою сплоченность в 2020 году во время Второй Карабахской войны. Считаю, что сейчас тоже время всем проявить, мобилизоваться и проявить солидарность, и пойти и проголосовать на неочередных парламентских выборах своего кандидата. По имени, скажем так, достижение большего успеха нашей страны. Как раз-таки за выборами наблюдать будут 598 аккредитованных международных наблюдателей. И вот международные наблюдатели отмечали очень дружелюбную атмосферу и прозрачность на проходящих выборах. Вот почему так важно присутствие именно международных наблюдателей на выборах, по-вашему? Вообще, естественно, присутствие международных наблюдателей крайне важно с точки зрения проведения прозрачных, честных выборов, чтобы кандидаты, избиратели, политические партии чувствовали, что выборы проходят честно. Ну, конечно, это относится к тем международным структурам и наблюдателям, которые объективно следят за ходом выборов и предоставляют за тем объективные отчеты. Но, к сожалению, мы знаем, что, как вы ответили, 598 международных наблюдателей зарегистрировано, на которые представляют 69 стран, и также 3 международные аккредитации будут представлять экзит-полы. И мы очень надеемся, что большинство из них предоставят объективные отчеты. Но мы также готовы к тому и к другому развитию событий, что мы знаем, что определенные структуры, определенные организации, они готовят свои отчеты задолго, делают наброски, скажем так, даже задолго до того, как отправят своих наблюдателей в Азербайджан. Но мы и не боимся, скажем, этого, и, несмотря на прошлый негативный опыт, мы все равно пригласили данных наблюдателей в нашу страну, и доказательство того, что выборы происходят, проходят в нашей стране в честной, суверливой и прозрачной обстановке. Ну, Киан Анахам, конечно, немаловажную роль играют в проведении выборов. Это представители медиа есть? То есть, как бы вы, как представитель СМИ, оценивали работу журналистов в проведении парламентских выборов в стране? Ну, первым долгом хочу отметить, что для журналистов это тоже первым долгом праздник, самый большой праздник для журналистов. Почему? Потому что сегодня азербайджанский журналист может вещать с избирательных участков, независимо от расположения, из Ханкенби, из Лачина, из Шуши. То есть, мы испытываем огромную гордость, то, что являемся свидетелем данных событий и имеем возможность вещания с любой точки нашей республики. И, естественно, работа журналистов крайне важна, крайне ответственна. Там, можно сказать, журналист также определенную наблюдательскую миссию выполняет. И журналист выполняет работу еще задолго до того, как начнутся парламентские выборы. Мы, самое главное, передаем и оперативную, честную, прозрачную информацию для граждан, оповещаем о том, почему важно прийти на выборы, оповещаем о кандидатах, ну, затем под событий. И, самое главное, освещать, ну, как я уже отметила, оперативно и непредвзято. Естественно, могут быть какие-то негативные факты. То есть, это нормально и это даже естественно. Если бы их не было, это было бы, конечно, странно. И самое важное, передавать об этих фактах так, как они есть, а не перевирать, не делать сенсации. И также, конечно, после проведения выборов, большая ответственность на журналистах, мониторинг результатов, оповещения людей, экзит-полы. И, то есть, наша работа продолжится еще после. И я хочу призвать граждан сейчас в условиях глобализации, цифровизации и прочее, когда граждан имеют доступ, неограниченный доступ, через любую платформу для получения информации. Я просто хочу, чтобы призвать граждан, чтобы они получали достоверную информацию именно с официальных, скажем, медиа, будь то информационный сайт, будь то телевидение или информационное агентство, чтобы они верили, получали информацию только оттуда и не верили тому, что приходят в соцсетях. Потому что сейчас мы переживаем такой период, что недоброжелатели могут делать различные вбросы и распространять неправдивую информацию. Спасибо большое, Кемляхам. Спасибо за подключение, за ваши ответы на прямой связи со студией. Был главный редактор информационного сайта «Ферш-Ньюс Аз» Кемали Мамеду. До свидания. До свидания.